Всем привет! Мы приехали на канал Звезда. Я почти готова. Мы сейчас, как всегда, парим костюмы. Я выкунулась и приготовила. Вот что, тут она с пудрявая всегда. Сегодня она не пудрявая. Я потом продемонстрирую. Что-то с погодой у нас опять случилось. Тот день, когда мы с вами гуляли и наслаждались летом, закончился. Сейчас у нас опять наступает осень, холодный ветер. Так даже как-то свободнее дышать, если честно. Когда очень жарко, я не люблю. Мне становится плохо. Ох, как всегда, люблю такие здания. Здравствуйте. А паспорта нельзя ли? Ну ладно, думаю, человек может паспорта. Спасибо. Смотрите, какая лестница. Это же просто балы надо тут проводить. Шикарно. Главное, чтобы ничего не упало на голову. Спросила Оля. Это точно гордон не упадет. Ну вот, так оно со стороны это здание выглядит. А вот там, похоже, собирается дождь или крат, я не знаю. Вот это гримерка. Это круто. Будем заседание девочки проводить. Очень удобно. Прекрасно. А вот там я. Я пытаюсь опять свое лицо снять. Правильно. Я сегодня одна-одинешенька. Будут сопровождать меня пустые инструменты без музыкантов. Все. Один совсем один. Андрюша, можно ли какую-то на головку? А, жуткую. Очень похоже на поджаривающуюся шкварку. У меня ушат какой-то. Может, Андрей там что-то жарит. Зинерь, сердце горит. Мать честная лекарда сгорела. Я говорю с микрофона, у меня на головку прямо. Это будет утренний эфир. И совместно с какой-то беседой будет шесть песен. Топ-другой песен. Топ-другой песен. Ну, нормально, давай другое скотер, Ну, надо пока в то же время. Например, ну, будут помняты. Любели. И мне и не за дать надо есть Покорять тебя только вес. Хорошо там где мы есть. Хорошо там где мы рядом. Пойдемте уже, а. Так, мы готовы. Тянем кота за одно место. Собираемся на гору. Вот, Эверест. Ребята, вы часто спрашиваете у меня насчет моих выходных. Юля, это все, конечно, хорошо, что ты снимаешь свою работу. Ну, а как ты отдыхаешь? Мы тоже хотим видеть. Так вот, у меня был выходной с Катей Рождественской. И это было просто феерично, поэтому смотрите прямо сейчас. Всем привет, ребята. Уже ближе к вечеру. И сегодня я впервые пойду в Гокль-центр вместе с Катей Рождественской. Мы с ней очень хорошо общаемся. Я бы сказала, даже дружим. Здоровейте, пожалуйста, с моими подписочниками. Подписочники. Я хочу... Пришли мы в театр, я хочу пойти быстренько в буфет, чтобы правильно воспринимать все спектакли. Мы сходим с еляшкой выпьем. А что, так можно было, что ли? Ну, потом мы с вами все расскажем. Вот. Там же со мной не забаловы. Это правда. Буфетик выглядит так. По-моему, очень мило. А еще нам понравилась вот эта инсталляция. Я считаю, что это гениально просто. Боже мой, так это еще и мягко ли сдали. А, спасибо, понятно. Нам очень понравился этот сервант. Это сервант, это сервант, это буфет. Это буфет, я думаю, что по-моему, после 50-х годов. Ну, в общем, классный, очень классный. Еще здесь много книг. Можно почитать в ожидании. О! Это нас зовут так? Да, здорово. Итак, в 917-й школе города Даневек завелся музей революции. Очень понравился спецакль. И я очень счастлива, что мы с Кадей пошли и вычтите. Вы хорошо время привели. Да, вообще и племена конца Советского Союза. Я вообще родилась в 87-м, а они рассказывают про 85-м. А, 90-ку ранее. Ну, да, чуть-чуть совсем. Ну, по-моему, летом. Потом 90-е и уже наши, а, еще 2000-е тоже, кстати, говорят. И уже 22-й год. Короче говоря, молодцы. История класса, история Грузии. У нас 4-го года. Ну, в общем, где история Грузии, там и история страны. Ну, в общем, видимо, стоит посмотреть. Не видимо, а стоит очень дорого. Кому, кто не знает историю нашей страны. Ребята, всем привет. Я стою в пробке, пытаемся доехать поесть. Потом прямой эфир на комедии радио. Я когда голодная, я очень злая. Я плохо соображаю. Есть там такие люди у меня, подписчики, у кого так же. Хотя я знаю, есть люди, у которых наоборот как-то энергии больше, когда они не поедят. Ты что, с ума сошла? Нет, это все не про меня. Я просто готова убить кого-нибудь. Вот ужас. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Крепимся, держимся. Худеем. Итак, мы поели. Меня просто отпустило, честно вам скажу. Я сразу улыбаюсь, радуюсь жизни. И сил очень даже много стало. И теперь торжественно мы идем на комедии радио. Там будет прямой эфир. Единственное, что меня смутило очень и напрягло, в салате был авокадо совершенно дубовый. Какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. То есть его невозможно было есть. И потом официант подходит такой, вам все понравилось? Я говорю, ну смотрите, это авокадо показываю, который ему бить можно было. Я всегда говорю правду, когда меня спрашивают. Поэтому чувак простит. Я от вас такого не ожидал. На улице хотя бы солнце. Это уже прекрасно. Потому что, пускай даже не очень тепло, я бы, если честно, сверху еще накинула пальто. Но когда солнышко, гораздо приятнее, в целом веселей. Вот, зеленушка. Ой, тут что-то цветет. Красота. Еще бы спелый авокадо. Тогда бы я вообще была счастлива. Вот, мы приехали. Я сегодня на спорте. Какие пропустики? Комеди радио, да? Проход запрещен. Понятно? Ну, паспорт не есть. Ты забыла, да? Обожала. Я забыла паспорт. У меня есть в телефоне паспорт. У меня тоже есть. У меня есть паспорт. У всех есть твой паспорт в телефоне. Толя у нас опять с кудрями. Обалдеть можно. О, посетитель. Номер 13. Да блин, да красота, красота. Ольга. Красота. Да-да, я засняла эту красоту. Не знаю, Влада вставит или нет. Павлокну. Нет. Ты что? Она готовилась. Я такая. Два часа. Два часа. Вот сейчас. Видали? Вот это уровень. Я не могу. Человек-фонарь. Так, как вот так, вот так, по-моему, да? Да, вот так. Это еще круче. Молодцы, девочки. Медленной песни не хватает сейчас. А у тебя тоже 13-й или какой? У меня 23-й. А у меня 13-й. Здравствуйте. Здравствуйте. Временно? Хорошо. Спасибо. Приветик. На 6 на 7? На 6 на 7, да. Она может попить. А, точно. Ага. Садись. Я давай. Гитарист еще гитары. Хватит. У меня целых три микрофона здесь. Целых три. Микрофон раз, микрофон два, микрофон три. Все можно использовать и можно вовсе говорить. Опять наводки очень сильные. Сейчас посмотрим. О-о-о. Да? Ловится? Да. Сейчас я просканирую. Подержи. Если вдруг что-то будет на лодке... Потише. Я ставлю трек. А вы ставите? Да, да, да. Подождите. А как я... А вы завели свой микрофон? Конечно. Сейчас они подерутся, кто будет ставить майский дождь. Вау, шоу, счастливые люди здесь в здании. У нас в гостях Юля Савичева, между прочим. Что, вы снимаете, да? Это для влога. А, это для влога? Ё-моё, слава-голубь. Это второй раз говорили. Я опять не подготовилась. Если бы я знала, хоть бы да, надо накраситься там. Я... Не хочу. Влад! Караулит майский дождь под окном. Целый день он нацелен потушить... А можно вот этот ревер жуткий прибрать? В наше... Ваня, ё-б... Убирай все! Цели... Юля, когда «Желтое такси»... Это песня так называется. Юля, когда мини-альбом, я им сказала, что я буду его выпускать. И все, и теперь... Когда, когда, когда... Мне не важно, какой мужчина, а мне не важен размер зарплаты, мне не важно сколько метров в квартире, важно как он заходит в хату. И коль руки и жопы не важно, и не важно, коль гуляет с другой, ведь полку прибить может каждый, а прибить Игорька только мой. Шикарно! Я считаю, что ты должна как-то назваться так забористо, да, и выпускать свой альбом уже, шансон. Мне здорово осознавать, что у песен появляется вторая, а то и третья жизнь. И вообще, вот последний, кто перепел, это Мэри Гу, «Если в сердце живет любовь». Мне очень понравилось, даже рок какой-то там присутствует. Ну что, эфир прошел, очень весело было, вот эти девчонки просто жгли, мне очень понравилось. Единственное, вот хотели спеть, не получилось спеть живьем, потому что у них жуткие наводки были в ушных мониторах из-за света. Еще там кто-то, видно, рядом был, я имею в виду какая-то съемка, может, или еще что-то. Ну, в общем, были жуткие наводки у меня в ушах, поэтому просто пели уже в эфире, как могли, просто жгли одним словом. Но, по-моему, получилось весело. Так что, сейчас едем отдыхать. Ну, как погладить, а? Можно отдыхать? Она, правда, постоянно гостя, такой изящающий, чем хозяйка, берется на ногах. А как зовут? Белла. Белла! Я твой Эдвард. Белла! Белла! Белла!